доброе доброе утро ранее ранее утро время 6 часов 30 минут и мы отправляемся куда мы отправляемся отправляемся в гран-тур по черногории посмотрим три каньона черногории и увидим также город столицу подгорец мы сидим в двухэтажном автобусе на втором этаже места лобовые прямо лобового стекла обзор превосходный солнце еще нет ну посмотрим каким будет путешествие в этом выпуске мы проедем по горным серпантинам и тоннелям узнаем где варится лучшее черногорское пиво кому полезен черный мед где выгодно купить жилье и как добраться до горнолыжного курорта прогулки вместе с вами гранд-тур по черногории как красиво едем вдоль моря вот это говорят очень крутой отель не смотрится как муравейник какой-то а это роскошный остров отель свете стефан где отдыхают мировые знаменитости и очень состоятельные люди посмотрите как прекрасно будванская ривьера мы поднимаемся все выше и выше по горному серпантину даже уж закладывает понятно что лучше ехать с большой надежной турфирмы мы купили экскурсию своего туроператора библиоглобус въезжаем в первый туннель на нашем пути их будет около 40 а всего в гранд-туре нам предстоит проехать по всей стране 400 километров сразу скажу что в автобусе с кондиционером это легко и гида послушать приятно сейчас с вами спускаемся над под курицей название города оправдано горица горица это холмы вот горицами под холмами находится город под горицами под холмами едем по окраине столицы черногории подгорица здесь проживает всего 130 тысяч человек а в стране чуть более 600 тысяч сейчас мы находимся в плодородной долине зета житница черногории здесь выращивают самые разные овощи и фрукты в том числе цитрусовые киви и японские яблоки так тот называют хурму из местного сорта винограда очень темного прямо-таки враного цвета изготавливается знаменитое вино вранец если не пробовали поищите в наших магазинах точно найдете по ходу нам то и дело показывают издали достопримечательности но их посещение не входит в нашу обзорную поездку для этого есть отдельные экскурсии за этим бесконечно длинным туннелем город никшич где варят самое известное национальное пиво черногории никшичков по словам гида чтобы купить это пиво в стекле нужно сдать кассиру пустую бутылку либо выпить тут же и отдать тару вот такое экологическое правило а вы были в подобных ситуаций жители никшича деловые люди умеют заработать умеют и потратить в то время когда приморцы кукают кукают это значит у ее кают о том что нет работы и опять неудачный сезон то приезжают никшич они и пашут как кони простите без выходных без проходных вот все наши водители например из никшича да а приморцы сидят на берегу и рассуждают о том что что работы нет а для никшича работа есть мы проезжаем большое озеро которое даже называют никшичским морем отсюда родом президент черногории и вот его скромная усадьба часто в земле больше камня нежели земли но здесь как были регион до достаточно плодородный вот с высоты мы можем видеть что как выглядит внизу что выращивают в огородах на первом месте это картошка конечно же картофель впервые сюда привез владыка данила не поверите из россии теперь мы едем по горному лесу путешествие интересное и особенно приятное для тех кто не любит жару на севере черногории можно купить черный мёд а черный мёд что это за мёд что вы знали и понимали что это за мёд это не совсем мёд а дело в том что весною люди поднимаются горцы поднимаются высоко в горы собирают шишки хвойные шишки и иголочки да все эти молоденькие шишки засыпаются сахаром заливаются водой и вывариваются на медленном медленном огне вот это черная масса которая очень богата смолами потом эта черная масса то есть этот сироп получается добавляется в горный мед там тоже есть особая пропорция вот и этот лед не намазывают на хлеб его не добавляют в чай а его кушают по ложке утром когда бронхит кашель болит горло и особенно такой мед полезен для курильщиков балканы вообще конечно славятся тем что здесь очень много курят особенно черногорцы считается самой курящей европы вот поэтому для них это очень актуально можно и детям если аллергии нет на мед лучшее лекарство когда вот кашель бронхит вот этот вот черный мед а сейчас вы увидите как выглядели в старину дома черногорцев только крыши были соломенные такой дом улей называется савардак вот он а это первый каньон на нашем пути дорога начала петлять тут от водителя двухэтажного автобуса требуется особое мастерство а от туристов выдержка но нервы сдают все ахают и ухают гида никто не слушает еще одна петля и она сложная потому что на встречу много машин поднимается а нам чтобы развернуться нужно занять всю вот эту петлю это город шавник вот зимой город как зовут жители шавника подумать по статистике здесь тысячи человек если есть 600 и слава богу а когда я говорю что вся черногория маленькая и а тут и так далее брат жены муж сестры и так далее и вся черногория спит под одним одеялом то шавник спит в одной наволочке чтобы вы понимали здесь знают что ты ел на завтрак а не то куда ты вечером с кем пошел и чем ты занимался понимаешь то есть тут не спрятаться не скрыться сейчас мы будем видеть центр шавника но центр это громко сказано три реки здесь запомните мы туреки считаем вот с левой стороны проходит речушка через город вон они качельки там какие-то лавочки цветочки мост небольшой вот мы его объезжаем прям со всех сторон видим этот шарник многоэтажные дома как многоэтажные на ходе шарника которые также отапливаются дровами детская площадка спортивная а при выезде из города мы только что проехали разрушенная фабрика где делали нитки из-за ничьей шерсти большие такие бобины вот но фабрика закрылась народ остался без работы но знаете недвижимость стоит дешевле березки растут вот и если нет средств на покупку квартиру в Будве а Черногория сейчас дает разрешение на постоянное место жительства при покупке недвижимости вот то пожалуйста шарник вашим услугам заскучаете за домом с березками пообнимаетесь вот а глядишь в скором времени сюда заедет какой-то миллиардер канадский как в Тиват вот и увидит перспективы развития туризма в шарнике построить здесь несколько санаториев и все поедут туристы красиво то по лесу едем с разег-загом то вот такие виды открываются отличная экскурсия за 60 евро целый день вас возят по стране с комфортабельным автобусом не жарко прохладно очень хорошо и еще у нас входит обед сейчас нам сказали что выбор из пяти блюд картофель по-домашнему а к нему что-то различное либо форель либо телятина либо свинина вот ну как-то все запеченное интересно с паршютом сыром курица ну в общем отлично отлично нам очень нравится ну как красиво видеть этого очень очень приятно все-таки вот одно дело пляж и это тоже хорошо но изменить пейзаж это тоже прекрасно обязательно надо брать такую экскурсию прогулки морки заезжаем в туннель и такой свет впереди да после черных полос всегда бывают белые горы меняются на глазах то они такие то они другие как правильно говорит наш технический редактор даже если не выходить из автобуса просто вот так ехать то получаешь эстетическое наслаждение пейзаж вот такой совершенно иной какой-то белый город такие да очень нравится белогорье какая-то мы едем по-моему в город жабляк жабляк хорошее такое название там нравится говорят что там часто бывают дожди и сегодня погода вроде как хорошая сказали 24 градуса а на прошлой неделе было 14 а еще раньше ливень везде итак дорогие гости мы с вами уже на территории национального парка Дурмитор это 18 ледниковых озер это 48 вершин это самая высокая вершина Боботовку 2532 метра это вот такие горные луга и пастбища домики по стопу смотрите с правой стороны некоторые из них заброшены если бы были 15 назад сюда въезжали 10 мы бы пробирались через стадо овец сейчас конечно возле главной дороги их мало кто носит а выгоняют их дальше в горы мы уже скоро будем возле черного озера и оно выглядит в виде восьмерки сейчас тоже оно стало меньше четко видна восьмерка да скоро прям превратится в два отдельных озера вот так вот глубина большего 24 метра глубина меньшего 48 метров черное ли озеро это задача у вас выяснить да если нам повезет через черный лес гуляя мы увидим и черных белок но это если повезет не всегда они нам встречаются и я заметила когда дождь они встречаются чаще а вот когда жаркие дни они встречаются реже а потом это густая масло отстаивается несколько месяцев в прохладном месте и получается вот такой вот просоленный сырный сыр масло не масло сметанное диспетанное таймак очень вкусная штука очень калорийная конечно но согласна согласна лучше не скажешь ай все такое вкусное в земле очень много камня как вы видите на срезе да поэтому сначала перепахивается затем камень выбирается и только потом высаживается картошка здесь туризм разный приезжают покататься на лыжах зимой добрый дождь велком самый высокий город на Балканах город самый экологически чистый город где живут самые высокие черногорцы самый высокий черногорцы слышите уже буквально скоро будет пауза гору ой тут такие ели в трех километрах от жабляка как мы видели прогулка к черному озеру здесь мы проведем с вами час конечно здесь хочется побыть подольше это понятно но это не измеряется в двух часах в трех часах сюда нужно приезжать на несколько дней а в следующем выпуске мы побываем на черном озере посмотрим зиплайн и знаменитый мост джурджевича пообедаем в местной таверне и полюбуемся каньонами и горными речками прогулки мурки гранд тур продолжается в следующем выпуске в следующем выпуске